Ну, на этом все стоят и насекомые. Ну, вот уже, говорят, очень много увидели. А, ну, это насекомые, да. Ну, мухи меня посещают, открывают дверь на балкон, и мухи летают. Видела белых уже капустниц, бабочек, но видела жука черного уже, стрекоз видела уже. Ну, вот богомола еще не видела, кузнечика видела. Колорадского жука не надо лучше, пусть он в Америку летит обратно. Вот, ну, в общем, вот такие. Вот носорог даже, вот есть жук-носорог. Но пока еще рано, как говорится, этим проявлять себя. Некоторые еще только в стадии вылупления находятся насекомые. Ну, впоследствии, в июле месяце, в июне даже, они уже появятся. Сейчас еще только конец апреля. Так что, еще рано этим насекомым быть на территории. Ну, на этом стенде показаны, какие птицы у нас здесь есть. Ну, вот кого я видела? Видела цаплю белую, видела баклана. Ну, вот я вам про него рассказывала, когда еще в феврале месяце, когда их много было. Сейчас нету, потому что там люди катаются на катамаранах, поэтому и никаких птиц, а больше сейчас, кроме маленьких птичек, вот, не, ну, во всяком случае, я не просто не видела, а не слышала их. Вот, поэтому не могу ничего сказать вам про этих птиц. Ну, если вот написано, что есть на Большом Утрише эти, значит, птицы, то, значит, и в суку они тоже есть. Ну, это класс рептилий. Ну, уже наши женщины заметили, что выползло много змей. Так что я хожу теперь, если я раньше ходила по верхам, смотрела на растения, на деревья, то теперь мне приходится периодически смотреть вперед, подальше, чтобы не наступить, не дай бог, на какую-нибудь змею. Ну, говорят, что сейчас у них месяц, значит, спариваний, то, конечно, они очень многие выползли уже из своих. Ну, сейчас вот я шла, так я ящерку махонькую-махонькую увидела, вот как ящерица вот тут вот показана, вот таких вот ящериц. Но, в общем-то, пока что я сама не видела змей, но слышала очень много, вот как поют вот эти вот жабы или лягушки, как я их не видела тоже, потому как они... Ну, вот даже вот здесь сейчас, вот, наверное, я вам показываю, вы слышите, как поют лягушки. Лягушки, жабы, я не знаю, я пока их не различаю по пению. Ну, вот, черепахи я еще не видела, но говорят уже, что черепахи тоже ходят по дорожкам. Ну, вот такие вот рептилии у нас находятся на территории, значит, заповедника и сухого. А это рыбы в Черном море, какие обитают рыбы. Ну, вот, как я, ну, хотела, в общем-то, в прошлом году я вам рассказывала про Черное море, какое оно коварное и какое оно на самом деле. Вот до 200 метров от поверхности оно является обитаемым. А вот от 200 метров до 2210 метров оно необитаемое. Ну, может быть, там какие-то и мелкие такие обитатели есть, которым не требуется кислород. Но во всяком случае там сероводородная зона. И был в момент, когда говорят, ну, сейчас вот тоже говорят, что там очень много накопилось вот газа. И предупреждают, что если увидите, где, значит, над морем, где-то над водой есть, вернее, языки пламени, то это, значит, уже вырвалось сероводородные массы из... Ну, вот говорят, что около, несколько лет тому назад, около Крымского полуострова, в каком-то там месте горела вода. Ну, ее, говорит, ну, я не знаю, как ее там гасили или нет, но говорят, что побережье было, ну, было полито какой-то смесью такой, чтобы не перекинулся на полуостров языки пламени. Ну, вот здесь вот и скат есть, морской кот, лисица. А, нет, это не скат, а морской кот, оказывается. Я, ну, скат не такой немножко, да, действительно, я неправильно сказала. Ну, вот Скорпена, морской еж, мне очень нравится он. Ну, он очень колючий, очень колючий. А вот морского конька, говорят, в прошлом году в Анапе нашли после того, как был шторм. И морского конька вот нашли на побережье после того, как кончился шторм. Ну, вот, такие вот. Ну, медуз очень много всяких. Есть голубые, даже розоватые такие я медуз в прошлом году видела. Ну, и медузы простые. Ну, простые медузы, в общем-то, они, значит, если загрязненная территория воды, то их очень много. Потому как они пропускают эту грязь через себя и выпускают чистую воду. Но вот розовые и голубые медузы, очень с ними надо быть осторожными, потому что они могут нанести урон человеку. То есть ожог получить человек может. Ну, вот, в принципе, все, что я хотела вам рассказать. Ну, сейчас вот пойду на территорию, на центральную территорию этого парка «Храброе сердце», посмотрю, что там происходит.